Городские новости. В эфире программа «Столичные подробности». В студии Елена Тиханович. Добрый вечер. Трагедия в Сочи болью откликнула в сердцах белорусов. Сегодня по всей столице были приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и отключена новогодняя подсветка города. Менчане несут цветы к зданию посольства России. Сегодня здесь открылась книга соболезнований. Один том закончился уже через пару часов. Завтра в посольстве также будут открыты двери. Свои соболезнования можно будет оставить с 10 утра и до 5 вечера. Сегодня такой возможностью уже воспользовались как рядовые граждане, так и музыканты, политики и другие неравнодушные. Соболезнования родным и близким погибших выразили депутаты Минского городского Совета депутатов и руководства города. Многие восприняли произошедшее как личную трагедию и скорбят вместе со всей страной. Данное трагическое событие повергло просто по-человечески в шок, поэтому находимся мы сегодня здесь, чтобы от имени Минского городского Совета депутатов исполнительного комитета выразить глубокие слова соболезнования семьям родных и близких погибших в результате катастрофы самолета летевшего из Сочи в Сирию. В год науки по-новому пробный выезд в город первого электробуса сегодня состоялся в Минске. Инновационная разработка колесила в окрестностях завода Белкомунмаш, где электробус собственно и собрали. Новый вид общественного транспорта обогнал автобусы, троллейбусы и трамваи по всем характеристикам. Вскоре в Минском автопарке таких экологически чистых машин будет 20 единиц. После обкатки электробусы поедут в областные центры и столицы соседних стран. Оксана Симашко стала первым пассажиром. Пониженный уровень шума, отсутствие вибрации, яркий современный дизайн. Преимущества электробусов сложно недооценить. Не исключено, что вскоре этот новый вид транспорта переманит столичных автомобилистов. Электрический автобус Витов работает без помощи линии электропередач. Подзарядить аккумулятор на такой машине можно на конечных остановках в течение шести минут. И этого хватит на 16 километров. Автобусы не выделяют вредных веществ. А встроенные суперконденсаторы при торможении и движении под наклоном экономят до 40 процентов электроэнергии. Планируем, что где-то в январе-феврале месяце есть заказ от города. 20 таких электробусов и две линии первых электробусных. Вот одна, помню, просовочный железнодорожный вокзал. Они у нас будут реально работать. Ну и мы убеждены, что будет работать надежно, что этот транспорт понравится нашим жителям, жителям города Минска. Автобус рассчитан на 150 пассажиров. Техника оборудована системами видеонаблюдения. В салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков и других девайсов. Больше чем наполовину электробус состоит из отечественных комплектующих. Через год запустят производство и белорусских аккумуляторов. Рынок такого вида транспорта во всем мире растет с темпами 22 процента в год сегодня. То есть во всем мире появляются только первые образцы такой техники. И у нас уже есть к этому времени своя разработка, есть свой конкурентноспособный продукт. То есть это огромные рынки. И вот здесь у нас у Беларуси есть все шансы, когда пик будет роста такого транспорта во всем мире, иметь свой продукт, иметь свои объемы и, естественно, на этом хорошо заработать. На ближайшие годы у столичных ученых и производителей разработка гибридных автобусов. Своеобразная смесь автобуса и троллейбуса позволит разогнаться уже не на десятки, а на сотни километров. В планах на 2017 производство сотни электротакси. Машины будут собирать в Борисовине, белорусско-китайском совместном предприятии. Сегодня продукция завода, по сути дела, на 90 процентов обновлена. Экспорт у нас сейчас занимает не менее 70 процентов. Он увеличится. В Минске сегодня 700 троллейбусов. На смену им придут электробусы. Это позволит сделать поездки комфортнее и быстрее. Уже в марте новый транспорт пустят по 43 и 59 маршрутам. По пожеланиям горожан он будет окрашен в желтый цвет. По итогам эксплуатации в столице будет принято решение об отправке электробусов в областные центры. А также уже подписаны соглашения по экспорту сотен поставок в Москву, Санкт-Петербург, Тегеран. Оксана Симашко, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ. Как не заблудиться в Минске лучше всех, знает девятиклассница Елизавета Хелькевич. Минская школьница сделала путеводитель по столице собственными рисунками. Глазами 15-летней девочки увидел город наш корреспондент Григорий Азаренок. Сейчас Лиза пока не знает, куда будет поступать, но уже почти точно уверена, что выбор сделает в пользу гуманитарной сферы. И это неудивительно, ведь уже одну крупную творческую победу она одержала. Недавно вышла из печати ее книга «Путеводитель по Минску». Мне было скучно. Я как все дети начала задавать родителям вопрос, что мне делать, чем мне заняться. Ну и родители придумали такую идею «Попробуй напиши путеводитель по Минску», то есть что-нибудь для своих сверстников. Ну и окей. Ну и так оно как-то пошло, поехало, я написала и позже нарисовала сами иллюстрации. Она всегда проявляла себя как очень-то и устремленный творческий ребенок, который интересуется историей, краеведением и в целом проявляет любовь к родной стране. Она ежегодно участвует в различного рода конкурсах, научно-практических конференциях. В рамках международного сотрудничества она в прошлом году представляла свою работу на английском языке. Но эта книга – не сухой справочник с картами и названиями улиц, хотя и фактического материала там немало. Читатели знают в ней про все значимые места столицы и про верхний город, и про площадь Победы, но при этом не заскучает, так как в каждом предложении чувствуется, что Лиза пишет про свой родной город. При этом все рисунки в книге, а их в ней более 50, 10. Она рисовала сама. Петропавловская церковь, или как ее еще называют Екатерининская церковь, это самый древний храм Минский. Ему уже более чем 400 лет. Сначала это была церковь при мужском монастыре, а в 18 веке Екатерина II пожертвовала некоторые средства и даже подарила свои платья. И никто не знает, что с ними сделали монахи и зачем она это сделала. В некотором царстве, в некотором государстве стоит город. Его величают верхним, так как находится он на одном из самых высоких холмов в округе. И чего там только нет. Музеи, ратуши, монастыри, торговые ряды и старинные улочки. Как видим, не только знания, но и любви к родному городу Лизе не занимать. Сегодня в лицее БГУ начался фестиваль учебной книги, посвященный Году культуры. В мероприятии приняли участие педагоги практики из всех регионов страны. В гости фестиваля смогли посетить мастер-классы профессиональных педагогов и увидеть выставку учебных изданий. Завтра мероприятие продолжится в гимназии колледжа искусства имени Ахремчика, где состоится награждение победителей, концертная программа, а также круглый стол, на котором участники обсудят современные учебные книгоиздания. Это все столичные подробности на сегодня. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok